В Национальном музее мозговой штурм. Подобного здесь еще не создавали. Новый проект, получивший президентский грант, требует знаний не только исторических, но и технических. Это будет не просто мобильное приложение о самых интересных и посещаемых местах Хакассии. В скором времени появится сайт, где на карте обозначат все культурно-исторические объекты республики. Чтобы спланировать свое путешествие, нужно будет просто отметить места, где хочется побывать. А система сама рассчитает оптимальный маршрут и даст подсказки. Благодаря этому гиду будут представлены те места, где можно более экономно переночевать, где можно, ну, места общепита представлены будут, те места, где можно будет остановиться или воспользоваться услугами, например, транспортными услугами. Тоже это будет представлено в нашем мобильном гиде. То есть все, что необходимо для независимого путешествия, будет буквально в маленькой коробочке под видом мобильного приложения. Телефон, словно навигатор, выведет вас к достопримечательностям. Ведь подъехать к некоторым из них, не зная точной дороги, весьма затруднительно. Еще одна особенность. О любом месте из списка будет представлена не только историческая справка. Мобильный гид расскажет вам о преданиях и легендах, связанных с ним. Сбором этой информации сейчас занимается этнограф. Над проектом гид по Хакассии трудится семь человек. Но этих сил, похоже, будет недостаточно. Ведь нужно не только отметить точки на карте, но и опробировать часть стандартных маршрутов. Поэтому разработчики будут рады сотрудничеству с теми, кто часто путешествует по республике. Для реализации проекта нам предназначен всего год. То есть в течение года мы должны все это сделать, протестировать, опробировать и уже предоставить для скачивания в Google Play. То есть не только жители республики Хакассия смогут получить себе это предложение на гаджет, но и гости нашей республики. Внести вклад в работу сайта смогут и пользователи. Они будут добавлять свои отзывы, фотографии, рекомендовать маршруты. По задумке разработчиков, гид по Хакассии станет своеобразной площадкой для общения любителей путешествий и активного отдыха. И разработка такого масштабного проекта не была бы возможной без грантовой поддержки. Общее федеральное привлечение средств составляет в этом году более 2 миллионов рублей. В условиях сложности бюджета вы понимаете, что это немалые деньги. Да, там нужно по некоторым грантам обязательно софинансирование, республиканское софинансирование, музейное софинансирование, оно будет обеспечено. Но главное то, что выигрываются те проекты, которые никак не могут быть заложены в государственную программу развития музея. Для музея этот и подобные гранты не только дополнительные деньги. Но главное – возможность реализовать свой потенциал, заинтересовать историей, культурой республики как можно больше ее жителей. Наталья Чудина, Игорь Брюханов, Вести Хакассия. Здравствуйте. Да. Продолжение следует...